Привет, я Джереми с Hockey Movement. В предыдущем видео мы говорили о термоформовке коньков, которая поможет снизить боль в ногах. Основные тезисы того видео — подберите идеально сидящие коньки по ноге. Для этого потребуется правильный размер и ширина. После чего стоит провести термоформовку, которая поможет упростить период адаптации или сильно сократить его. Если у вас идеальные коньки и вы все сделали правильно, но по-прежнему испытываете боль в ногах, вам стоит обратить внимание на стельки. Стельки — это еще один способ улучшить ваши коньки для лучшей посадки, для лучшей поддержки и, возможно, улучшат ваши показатели. Но вместо того, чтобы слушать меня, предлагаю взять камеру и поехать в местный магазин Глену Шарплей. Глен Шарплей — первый номер драфта North Stars 1976 года. Он помог тысячам людям добиться правильной посадки коньков, как новичкам, так и опытным игрокам, кто пришел к нему с боли в ногах, и он исправил это. Так что я беру камеру, и мы едем в магазин Глену. Мы вернулись назад в магазин Глену, Source for Sport. Сегодня будем обсуждать стельки, мы их разложили перед собой, и Глен нам собирается рассказать об этом, какие опции нам доступны. Давайте начнем разговоры с этих стелях. Стельки стоковые, CCM — очень тонкие, поддержки никакой. Например, вот эти Bauer. Значительно лучше поддержка, поддержка выше, сами по себе толще. Далее у нас идут Superfit — стельки, которые всегда продаются отдельно. Тут у нас Citex — дополнительные стельки для Graf. Они покупаются отдельно, но идут с некоторыми коньками Graf. Здесь у нас Cracks — стельки для CCM, но это отдельная компания Cracks. Здесь три типа стелек для разных ног с разной высотой арок. И еще у нас есть Bauer, Speedplate — они идут с топовыми коньками Bauer. Что касается обычных стелек, их вполне хватает, или вы рекомендуете всегда их менять на улучшенные Superfit или какие-то другие CCM или Speedplate Bauer? Конечно, если у вас нет никаких проблем, никакого дискомфорта в ногах, стоковый стелек вполне достаточно. Но даже если у вас нет таких проблем, стоит, возможно, попробовать улучшенные стельки, пусть это CCM или Bauer. И вы почувствуете, что они улучшат ваши ощущения, добавят комфорт, и есть мнение, что они действительно помогают улучшить показатели на льду. Какие основные отличия между стандартными стельками и теми, что нам предлагают купить дополнительные? И как они отличаются между собой от низких моделей к высоким? Стоковые стельки, неважно от Bauer или CCM, они дают слабую защиту от клепок в подошве ваших коньков. Совершенно незначительная поддержка свода стопы. Если мы смотрим чуть подой повыше, здесь Bauer предлагает получше защиту от клепок. И если смотреть на SuperFit, также улучшенная защита от клепок, но тут уже серьезная поддержка стопы и свод стопы будет держаться. Рассматривая ситос от Graph, здесь они предлагают нам гель в районе пятки, что помогает снизить нагрузку и гибкая поддержка стопы. CCM от компании Cracks, имеют самую лучшую защиту от клепок, отличную поддержку арки стопы, достаточно гибкие и дополнительная мягкая вставка для пятки. Это Speedplate от Bauer, они идут абсолютно плоскими и только после термоформовки приобретают форму. Дают отличную защиту от клепок и впечатляющая поддержка свода стопы, но абсолютно не гибкие. Вот вы пришли в магазин, вы видите, что специализированные стельки стоят 40-50 долларов, ты уж так, ладно, остались со стандартными, но все же стоит взять улучшенные. Но, Джереми, если у тебя нет никаких проблем с ногами и со стандартными стельками, то все же стоит помнить, что здесь такая же ситуация, как с беговыми кроссовками. Реально, стельки слишком тонкие, и они не поддерживают свод стопы достаточно. Если вам требуется пронатер или супернатор, то отличная идея купить улучшенные стельки. Совершенно точно это повысит уровень комфорта, будут улучшить ли показатели, это индивидуально и зависит только от вас. В каждой из этих стелях, даже несмотря на то, что они одного размера, они разные. С разной поддержкой свода стопы от малой, средней до большой. Тут средняя жесткость арки здесь меньше. Они потратили много времени на исследования, на разработку, и я не думаю, что кто-то еще потратил столько же ресурсов, сколько потратили они. Отличные отзывы наших клиентов говорят сами за себя. Никакая реклама не может быть лучше, чем искренняя благодарность клиентов. Это лучшая помощь в продаже продукта. В общем, чтобы повысить свой комфорт и играть дольше и лучше, и фокусироваться на игре, а не на боли в ногах, стоит купить стельки. В предыдущем видео мы подготавливали коньки. Существует ли какая-то подготовка для стелек, начиная от стоковых стелек, заканчивая топовыми? Для стоковых стелек не требуется никаких процедур. Их не нужно подрезать, они идут уже готовые. Некоторые улучшенные стельки, им требуется подготовка, да, нужны процедуры. Суперфит имеют различную высоту поддержки арки, длину, их нужно подрезать. Ситекс, от Граф, такая же история, их нужно подрезать вот в этом месте. Кураксы из-за разной высоты поддержки стопы в магазин идут вместе вот с такой штукой. Это тепло-чувствительная панель, которая отображает твой след, когда ты встаешь на нее. Теперь мы знаем очертания твоей стопы, в том числе высоту арки. Здесь отображается три возможных варианта, и мы можем подобрать тебе нужный размер, в том числе размер кайков. После чего мы берем стельки и обрезаем нужный размер. Говоря про Bauer Speed Plate, они также обрезаются и в обязательном порядке формуются. Они подгоняются по вашей ноге непосредственно внутри коньков. Мы их нагреваем, после чего они принимают форму. Как вы заметили, Glenn очень любит стельки Куракс от CCM. Они давно на рынке и очень хорошо себя зарекомендовали. Ключ к успеху заключается в том, что компания занимается исключительно стельками. Они делают стельки для беговых кроссовок, и вместе с CCM изобрели эти. Много ученых участвовало в исследованиях и рассматривали, какая именно нагрузка приходится на стопу. Но Bauer запустил новый продукт на рынок – стельки Speed Plate. Они также прислали мне, чтобы я мог это показать вам. Сначала расскажу, как это работает. Это жесткий пластик, как вы успели заметить. И удивительно, как он может повысить комфорт. Они разработаны таким образом, что в остывшем состоянии пластик жесткий, но стоит их нагреть, он смягчается. После чего вы помещаете их в коньки и встаете на них, и они полностью идеально облегают вашу ногу. Таким образом, совершенно не важно, какой у вас подъем арки, какая ширина стопы, они сядут идеально. Когда вы наденете ваши коньки, в них не будет негативного пространства. Идея заключается в том, что нога не должна вращаться внутри ботинка. Таким образом, давление будет передаваться сразу на лезвие, и нога не будет гулять внутри ботинка, и не будет перегружать различные зоны стопы. Другими словами, вся стопа будет выстрелять давление, и не будет дискомфорта. Я видел множество комментариев, что у некоторых стельки продавливались клепками. Я разговаривал с парнями из Бауэр, они сказали, в первой партии такое было возможно, но сейчас они это исправили. Совершенно точно видно, особенно если клепки сильно выпирают, что они могут продавить стельку. Я вам покажу. Если посмотреть вдоль стельки, мы увидим, в каких местах клепки оказывают воздействие. Если одна из клепок будет запирать чуть больше, вероятно, в этом месте можно проткнуть стельку. Я также думаю о том, как их подготавливали. Сначала стельки жесткие, но потом сильно размягчаются, принимают форму вашей стопы, и лишь потом вновь затвердевают. Возможно, в этот момент технология была нарушена. Неправильно вставили в коньки, или еще что-то пошло не так. Это могло быть причиной проблемы. Но приятная деталь, что пластик самовосстанавливающийся. Это означает, что вы можете формовать их еще и еще раз, пока не получите нужный результат. Так что, если до сих пор вы испытываете какие-то проблемы, запихните стельки в печь, и вы увидите, проблема уйдет. Стоит ли брать новые стельки? Может быть, вы не брали какие? Я думаю, большинство хоккеистов используют стандартные стельки и чувствуют себя отлично. Я игрался в стандартные и чувствовал себя замечательно. Но если вы до сих пор испытываете какую-то боль, возможно, вам стоит присмотреться к ним. Суперфит находится на рынке очень давно, и многие люди довольны ими. Опираясь на разговор с Гленом, и то, что я узнал в магазине, лучшая поддержка и комфорт – это курексы от CCM. Если вы ищете максимальную поддержку, у вас нестандартная стопа, вам нужно улучшить баланс, повысить характеристики свои, вероятно, спидплей от Бауэр – это лучший вариант, так как они подгоняются индивидуально под вашу стопу. Естественно, вы никогда не узнаете, какое решение самое лучшее для вас, пока не попробуете все. Но тест по 50 долларов – штука дорогая. На радость вам, у меня есть все стельки. У меня есть обычные стельки, у меня есть суперфиты, курексы от CCM, спидплей от Бауэр. Я попробую каждый из них в своих коньках, и, вероятно, через пару месяцев сделаю видео и расскажу вам об этом. Если я, правда, замечу какую-то разницу в своих ощущениях, в комфорте и прочем. Так что не забудь подписаться, я делаю видео каждую неделю. Увидимся! Перевел и озвучил Алекс Хэп Трик, специально для канала Слэп Шот. Слэп Шот!